Открыли горную школу вдали от шахты разрезов. Организаторы сделали это намеренно. Хотели показать участникам, горникам из других регионов не производство, а морское побережье и красоты Приморья. Сегодня Дальний Восток – территория важная для развития отрасли. Все мы знаем, что в принципе вектор развития нашей страны смещается на Дальний Восток, и поэтому было принято такое решение. Команды все-таки будут рады побывать на берегу моря, океана. Здесь и представители горнодобывающих компаний и власти открыл форум вице-губернатор Василий Усольцев. Но главные участники – лучшие студенты горнодобывающих факультетов страны и молодые специалисты отрасли. Всего 200 человек. Представители Приморского края, Хабаровского края, Забайкальского края, Красноярского края, Республики Бурятия, Республики Хакасия и Кемеровской области. В этих регионах расположены добывающие активы. По статистике, лишь треть выпускников профильных вузов остаются в профессии. Цель этого форума – привлечь и удержать молодежь в угольной отрасли. Потребность в высококвалифицированных кадрах огромная, говорят руководители угледобывающих компаний. За последние годы объемы добычи угля в Приморском крае выросли на треть, а вот молодых специалистов не прибавилось. Средний возраст инженера в отрасли – 45-50 лет. Есть люди в возрасте, которым бы уже пора было бы уйти, не будем показывать пальцами, да, уйти бы и уступить место другим. Но надо подготовить себе смену. Горная школа проходит в формате выездного летнего лагеря. Формат, который поможет выявить самых перспективных молодых сотрудников, уверены организаторы. В ходе форума участников поделят на команды. Каждый предложит решить реальную производственную задачу. Те, кто представит лучший проект, получат миллион рублей для повышения квалификации в рамках президентской образовательной программы. А также возможность стажировки на предприятиях Японии. Наталья Смоленинова, Павел Филатов, Панорама.